Привет всем! Мы приехали в Колорадо на вакейшн на неделю. И остановились мы в месте, которое называется Аспен. Немножечко выше, чем Аспен. Это в горах. Называется Snowmass. Мы сняли в рент целую квартиру трёхкомнатную. И вот сейчас я немножечко вам проведу экскурс и покажу, какое прекрасное место мы приехали. Вот, значит, это дом, в котором сдаются в рент квартиры, трёхэтажное здание. Здесь паркинг лад для машин. Вот здесь Welcome Center. То есть сюда мы приехали, здесь зарегистрировались, нам выдали здесь ключи. И мы сразу, значит, нам помогли занести наши чемоданы. И мы уже были в квартире. И вот там наш, вот там первая машина белая стоит. Это наш паркинг спад. Место это прекрасно чем? Во-первых, это находится в горах. Высоко в горах. Здесь над уровнем моря где-то около 2-2,5 тысячи метров над уровнем моря. Бесподобный воздух, чистый, очень много птиц. Это лес. Здесь и ели, здесь и берёзы. Здесь, ну, в общем, различные породы деревьев произрастают. Много очень ручьёв, поскольку с гор снег тает, стекает вода. И очень много стримов вот этих маленьких речушек. Много очень птиц, великое множество птиц, столько цветов. Здесь так всё ухожено, с такой любовью насажены эти цветочки всякие, клумбы сделаны. Здесь в основном это место, это горный курорт, в общем-то. И чем он славится, это единственная в Америке, здесь лыжня, она вертикальная, единственная в Америке по протяжённости, вертикальной протяжённости. То есть это не то, что тут есть и просто с горы спускаешься, называется, downhill и vertical. Но в основном этот курорт славится вертикальным, вертикальной лыжнёй, очень протяжённой. И люди здесь живут в основном, у которых есть деньги. Потому что дома, которые расположены на этих холмах, на этих горах, они стоят где-то несколько миллионов. Мы ездили на рыбалку ещё дальше, вглубь, в горы, там реки, и это ещё более отдалённые места. Так там дома нам, значит, гайд, который с нами ездил на рыбалку, он нам говорил, что там дома по 15 миллионов и выше. Ну, что хочу рассказать сначала, немножко вводная часть. Значит, Snowmass до 1850 года, это была летняя резиденция для местных индейцев, которая называется племя Юте, Ю-Ти-И. Не знаю, может, я неправильно произношу Юте. И в 1853 году первый европеец прибыл сюда. Чем индейцы здесь занимались? Они во время, значит, летнего периода здесь охотились, потому что очень много разных диких животных. Здесь и оленей, и лоси, и медведи, и разные, ну, в общем, навалом здесь всего, чем можно было питаться индейцам. Также они собирали очень много ягод здесь везде разных, называется плуби, голубика, черника, причем черника, 5 или 6 разных оттенков. И вот они, значит, здесь охотились и кормились летом. Когда первые европейцы сюда пришли, они обосновали здесь, то есть решили, что на этом месте они будут развивать агрикалчур, то есть сельское хозяйство, и разводить стада коров и стада овец, баранов. Потому что здесь исконное место для горных козлов и для вот таких, значит, баранов, овец с большими рогами. Они здесь живут в горах в этих. Ну, поэтому, наверное, решили, что это очень удобное место для разведения именно вот этих животных домашних. Но это место стало привлекать не только растительностью, чистым воздухом, а тем, что здесь снежные горы. И сюда стали съезжаться люди, которые любят лыжи, которые катаются на лыжах, которые безумно любят эти крутые виражи, поскольку горы здесь, конечно, высокие и виражи крутые. И потихоньку здесь стали строиться лыжные курорты. На сегодняшний день Сноумяс — это маленький городок, в котором где-то около двух с половиной тысяч населения. Он славится тем, что здесь не только лыжный курорт, здесь и каяки, здесь и боулинг на вот этих вот горных речках, экстрим боулинг, здесь и балулинг, то есть на воздушных шарах катаются, поднимаются на воздушных шарах небо, и путешествия на джипах по горам, и хайкинг, естественно, и клайминг, то есть лазанье по горам, ходьба по горам, скалолазанье, ходьба по горам. Вот, значит, это горный велосипедный спорт. А также здесь очень интересный вид развлечения, который называется параглайдинг, то есть это вы парите в небе, так напоминает парашют, но это не парашют, он похож на парашют, разноцветный, так очень красивый, но вы парите, вы не просто падаете сверху вниз, как на парашюте, а вы парите, он управляемый, и всё это делается вместе с инструктором, это не то, что вот вы пришли и сами полетели, инструктор вместе с вами, то есть говорят, что это безопасно, но я не пробовала, и мой муж мне говорит, мы не пойдём, потому что у нас, вот, но мы видели, как это параглайдинг, как люди получают такое удовольствие от парения в небе. Вот, очень много гольф-клубов, и причём разной сложности гольф-клубы. Бывают с тремя полями, бывают с пятью полями, то есть большой протяжённостью, более короткой протяжённостью. Что, значит, меня, что меня здесь поразило, когда мы только сюда приехали и совершили первый экскурс по территории, где мы живём? Это чистый воздух. Приехав из Финикса, где жара, 120 градусов, когда мы уезжали, это было где-то около 48 градусов жары. Мы сюда приехали, а здесь 25. Вот, иду, потому что это в горы, и потом это же high altitude, то есть это высоко над уровнем моря, и немножечко, тем более я разговариваю, учащённое дыхание. Поразило ещё что? Поскольку я уже живу давно в Америке, где-то уже около 17 лет, привыкаешь, везде урбанизация, везде газоны все пострижены, травы нету, никакого, никакой дикой, просто произвольного роста, дикого и произвольного роста травы нет. Всё в клумбочках, всё аккуратненько, чистенько. Приятно, конечно, это всё видеть. Но вот когда сюда приехали, первое, что мне бросилось в глаза, что да, по краям пострижено, ну а дальше идёт просто дикая порсель. И такое обилие травы, это всё не искусственное, это всё естественное. То, что природа даёт. Поскольку здесь очень много воды, вот снег тает, и снежные зимы, то весной и летом столько зелени, столько травы, всё расцветает, всё такое пышное. Вот я, например, с удовольствием вижу вот эту траву, которая сама по себе растёт. И вот эти вот деревца маленькие, кустарники. Вот видите, вот столько много здесь таких и чушек. сегодня погода жаркая, но в то же время облачная. Вот. Вот видите, с этой стороны течёт, с этой стороны. вот берёзы. Я вот уверена, что это берёза. Ну, она какая-то не такая, как наша русская, белая, но всё равно. Это берёза. Вот эти листики. Ну, это же берёза. Ну, вот смотрите, берёза, ель. А сколько разных сортов ели. Вот такая ель. Вот такие ели. Вот такие ели. С разными шишками, с разными иголками, с разными оттенками зелёного цвета. А вот какие клумбы. Вот как люди здесь благоустраивают свои жилища. Вот сейчас хочу провести вас ещё немножко показать гольф-клуб. Гольф-клуб. Гольф-клубы здесь со всех сторон. Вот только играй в гольф-клуб. Гольф. Когда мы приехали сюда, в номере у нас, ну, в квартире, на столе, значит, лежит такой буклет, такая книга, и там инструкция, значит, что нужно предпринимать, если вы чувствуете, что это high altitude effects, то есть действует на вас, какие признаки, значит, вот это побочный эффект того, что вы находитесь высоко в горах, как распознать, что для этого нужно делать, что не нужно употреблять алкогольные напитки, меньше употреблять, значит, напитки, там, кофе, кофе, содержащих напитков, больше употреблять carbohydrates, углеводов, то есть в вашем рационе должно быть не менее 70% углеводов, пока вы находитесь здесь, high altitude в местности. Вот, и тоже написана краткая история, почему я вам рассказываю, что думаете, я прям так все знаю, я прочитала, потому что мне интересно, что же это за место, и почему, как сюда люди пришли в конце концов и организовали вот этот прекрасный райский уголок. Вот, и, значит, мы здесь занимаемся чем? Мы здесь играем в теннис, мы привезли свои ракетки, мы играем в теннис, мы ходим лазом по горам, я выложу, мы вчера, кстати, были в очень красивом месте, которое называется Maroon Bell, это горы снежные, и там, среди этих гор, кратер наполненный водой, так и называется Crater Lake. И там еще другое озеро, тоже было Maroon озеро, которое внизу находится, тоже, вот я засняла, покажу. Еще чем мы здесь занимаемся? Нельзя же очень много активитис тоже делать, и сразу все, охватить это невозможно, во-первых, во-вторых, это трудно, и в-третьих, это же не то, что ты живешь в городе на равнине, и it's okay, что ты много активитис каких-то, много занимаешься спортом, поэтому мы стараемся распределить один вид какой-то деятельности в день. Но утром мы обязательно идем в теннис, поиграем, потом идем в фитнес-центр, там немножко порастягиваемся, какие-то сделаем, еще поподнимаем небольшие тяжести веса, вот, и здесь, я сейчас тоже вам покажу, здесь не просто теннисный корт, здесь есть еще и клей-корт, то есть это как бы, ну, глиняная поверхность теннисного корта, и играть на нем абсолютно по-другому все чувствуешь ты. еще клумбочка возле дома, красивая. Вот какие же эти елки, ну, елки-палки, как красиво, елки. Ай, и эта трава, как в поле, холим-холим-холим. Вот там можно вдали видеть дома. Вот видите, как они разбросаны. И еще, что очень интересно, здесь не разрешено, здесь штат, вот, и это, особенно вот это место, Аспен, здесь не разрешается никаких заборов, не разрешается никаких дополнительных development, которые люди сами хотят что-то там подстроить, что-то там провести, что-то там, даже местная администрация, значит, здесь и население, все борются за то, чтобы природа, вот как она была, когда люди сюда пришли первый раз, чтобы она так и осталась. Если какие-то дома кто-то покупает, кого-то, хочешь, построишь дом здесь, и никаких тебе особых лакжери вокруг твоего дома, вот этот твой участок, все как природа была раньше, до того, как здесь дома этого не было, все так и остается, медведь прошел, это его дорога, лось, олень, другие животные, это их место обитания, они здесь издревле, пожалуйста, уважай природу, если хочешь здесь жить, построи дом и просто наслаждайся видом, никаких заборов, ничего, на весь город только один центр, где вы можете купить продукты, какую-то одежду, что-то еще, и все, то есть, нету такого девелопмент, как в других городах, на каждом шагу, или аптека, или какой-то еще там магазин, такого здесь нет, здесь природа, природа, живи среди этой природы, уважай, обожай, наслаждайся, это рай, вот это мне очень нравится здесь, это вообще интригует, это просто здесь же находишься, мы здесь уже несколько дней находимся и уезжать не хочется, такая атмосфера доброжелательная, здесь такие люди простые, доброжелательные, столько мы увидели здесь диких животных, которые здесь обитают, вот просто едешь, идешь, на каждом шагу не успеваешь их телефон схватить и снимать, они пробегают, проходят, смотрят на тебя, ну, ты кто такой вообще здесь, живу я здесь, вот, теперь, например, вот здесь вольф-клуб, посмотреть, вот это один из паров, так называемый, пар номер 4, и вот это вот цифры, 374, 366, 344, это ярды, вот в этом, и здесь, вот это написано, что 4, здесь, значит, 1, 2, 3, 4, 5 полей, вот 5 полей, вот это самое дали, там вдали, там вдали, в самом низу, флажок с углублением, куда должен в мяч попасть, профессионалы, самые, которые хорошо играют, они начинают с дальнего поля, вот отсюда, а те, кто не очень хорошо играют, они с нижних полей начинают, и вот это, чем больше ярдов, тем считается больше сложность, и здесь еще сложные гольф-клубы, тем, что они находятся на холмах, то есть не на равнине, не прямые, а на холмах еще там не вода, а пруды, то есть вот один из таких гольфов здесь, где мы живем рядом, вот я вам про него рассказала, ну вот опять же, вот эти вот дома, здесь, вокруг, очень много целебритистов живет, на каждом шагу, только слышишь, этот здесь живет, этот артист здесь живет, этот спортсмен здесь живет, этот деятель живет, в общем, на каждом шагу, и идешь, и на самом деле, можешь их не заметить, и не узнать, потому что они одеты, как нормальные, обычные люди, и ты можешь пройти, и даже не узнать, что это они, то есть это место, облюбовались селебритис, люди, у которых есть деньги, ну вот так, это место, это место, это место, и, это место, и у тебя, и, у тебя, у меня это место, у тебя, и, и у тебя, наслаждение кстати я хочу сказать что это место мне напоминает краснодарский край курортные места горячий ключ где жила моя бабушка куда ездила каждое лето отдыхать на три месяца вот такой же воздух такой такие же ухоженные клумбы ели очень сильно все напоминает цветочки вот этот дуновение ветерка все так сильно напоминает просто обалденное место обалденно еще пруд какой ели запах ели дышишь не надышишься мы сегодня собираемся идти на родео кстати я забыла сказать что основами а славится ежегодным родео здесь течение недели проходит каждый год проходит родео и говорят что там очень интересно там и для взрослых и для детей сегодня мы пойдем увидим если я смогу я там засниму немножко вот горы видно снежные горы видно и даже вот такие вот маленькие мостики через речушки тоже напоминают россию и вот это вот вот эта разница между городскими условиями где опять же я повторяю между городскими условиями где все очень все очень пострижено все очень ухожено как и должно быть это место мне нравится тем что здесь именно дикая природа ты увидишь ты вот проходишь вот вот все это вся эта травка муравка все эти цветочки вот дикие все растут никто их не стрижет вот и я вспомнила на самом деле человек который постоянно живет в таких условиях где все правильно все так чистенько и ухожено он начинает гола он он начинает значит а ему не хватает чего-то такого непосредственно природы ему не хватает видеть природу как она есть я вот вспомнила сейчас когда я жила в таджикистане там же горы эти теншанские отроги очень высокие горы тоже снежные и помир и по отроге помира и там туда приезжали еще когда время советского союза было приезжали иностранцы со швейцарии со швеции отовсюду чтобы лазить в этих горах и когда местные жители спрашиваю чего сюда приезжаете у вас свои такие же горы прекрасные лазайте там они говорили да но у нас там везде такая чистота и тропинки проложены и мусорные бачки на вершинах стоят а у вас все это дикое вот эта дикость манит нас сюда вот по этому человеку который живет постоянно в таких прекрасных условиях где все есть все поэтому человек который живет в городских условиях все время и мало выезжает на природу и мы этого не хватает и попадая сюда сразу это бросается в глаза это сразу то что тебя привлекает это сразу то что во что ты влюбляетесь вот влюбляешься дикая природа ну человеку нужна дикая природа но надоедает все по правилам надоедает все чистота это хочется иногда уехать где просто чаще лес где нет людей разбить палатку и пожить несколько дней послушать просто ветер посмотреть на на эти на эти деревья посмотреть на послушать этих птичек посмотреть на тех кто населяет эти леса посмотреть на бегущую реку на водичку послушать эту горную речку вот этого не хватает поэтому люди выбираются на несколько дней в такие отдаленные места чтобы побыть наедине с природой вот мы тоже поэтому сюда и приехали а сейчас я иду к теннисным кортом чтобы показать это место тоже посмотрите все дикая природа пожалуйста и тут же вот дома пожалуйста где-то а что и но и Субтитры сделал DimaTorzok Говорят, что в зимнее время здесь вообще не протолкнуться, потому что это же лыжный курорт, в общем-то, в принципе. И очень много фестивалей различных проходит, столько развлекаловки для людей. Облака какие-то идут дождивые, похоже. Вот какие-то красавицы. Я просто хожу вокруг, показываю. Я наслажаюсь. Я думаю, что и вам интересно смотреть на декоративные маки. Это типа дамба. Таневище водной. Таневище водной. Начались теннисные курты. Одиннадцать, по-моему, или двенадцать теннисных кортов с жесткой поверхностью. И два – это посыпанной глиной, серо-зеленая глина такая, так и называется, clay cord. Вот, хочу показать, что из себя представляет clay cord. Вот такая вот… Сейчас покажу. Такая вот такая вот… И, кстати, я первый раз играла на таком корте с такой поверхностью и обнаружила, что мне нравится играть больше на таком корте, чем на обыкновенном. И вот мы уже три раза, три дня подряд играли здесь. Три дня подряд играли здесь. Вот недавно, буквально где-то, наверное, час назад мы закончили, мы были вот на этом корте. Здесь вот и вода есть, и тенечек посидеть, отдохнуть есть. Вот, и я выиграла у своего мужа на этом корте. Он мне сказал, о, ты играешь на глине лучше, чем на обычном корте. Я говорю, о, я осею-то. А-а-а. Ну вот, краткий обзор. Выложу несколько видео понемногу, где мы были, что мы видели, что мне понравилось, и что бы я хотела, и что я сняла, и что бы я хотела, чтобы вы тоже увидели. Все, до встречи. Пока. Отличие здесь Аспен, когда мы играли, начали играть в теннис, сразу обнаружилось то, что мяч просто летает в разные стороны, очень легкий, и невозможно подстроиться под траекторию мяча, чтобы отбить. То есть играть было поначалу очень трудно. И мой муж сказал, что и ракетка должна быть натянута более tight, то есть более натянутая ракетка должна быть, потому что здесь разреженный воздух, меньше кислорода, воздух совершенно другой, не такой, как в городе. Поэтому и траектория мяча другая, и мяч ведет себя по-другому, и отскакивает от поверхности корта по-другому. И мне нужно было два дня, чтобы приспособиться и понять, как здесь играть. Ну, опять же, клейкорд теперь моя любовь. Мне очень понравилось играть на клейкорд. С горки вниз, на горку вниз. Хорошее упражнение. Домой. Провела вас. Экскурсию маленькую сделала. И домой назад. А, еще что интересно. Мусорные ящики все закрываются на ключ. И рисунок медведя. То есть медведи приходят, открывают. Если это не закрывается, то они приходят, открывают и вытаскивают все с мусорников. Вот наша машина на первой парковке стоит. Прямо рядом с домом, где мы живем. Прямо рядом с домом, где мы живем. Прямо рядом с домом, где мы живем. Вот вид с нашего балкона, с внутренней стороны. И тут и был концентр, где мы регистрировались, когда только приехали. Прямо рядом с домом, где мы живем. Прямо рядом с домом, где мы живем.